Я рада приветствовать всех в эфире первого городского проекта теледоктор. Сегодня говорим о мерцательной аритмии. У нас в гостях заведующая кардиологическим отделением 2-й горбольницы Анна Соломкина. К нашему разговору можно присоединиться, задать свои вопросы доктору по номеру телефона 067-827-0050. Ближайшие 20 минут в вашем распоряжении присоединяйте, задавайте свои вопросы. Ну а мы начнем общение. Анна Юрьевна, что такое мерцательная аритмия, если с физиологической точки зрения посмотреть, в чем суть этого заболевания? Суть заболевания в том, что вообще в норме сердце синхронно должно сокращаться. Мы сейчас не будем вдаваться в нюансы физиологии. Для его строения. Но при мерцательной аритмии предсердия сокращаются не как единое целое, будем говорить, а каждое волокно хаотически сокращается с частотой от 280 до 600 в минуту. И проводится импульс на желудочке уже хаотически и с высокой частотой. На что это влияет? И предсердия не вкладывают свою роль в систолу, то есть сокращение сердца. Сокращаются желудочки, сокращаются, еще раз повторю, хаотически, как попало. И, к сожалению, эта ситуация приводит к тому, к чему? К тромбообразованию, в конце концов. И тромбы при фибрилляции предсердий любят собираться в ушки левого предсердия. В сердце есть ушки. И, к сожалению, оттуда прямиком эти тромбы, когда фрагментируются, летят в голову. И у человека происходит инсульт. То есть, по сути, можно сказать, что аритмия может быть фактором риска. Да, и очень большим, к сожалению. Это большая социальная проблема, да. Возникновение инсульта. У пациентов с фибрилляцией предсердия. Вообще, у этих пациентов две проблемы основные. Это инсульт и сердечная недостаточность. Потому что, когда сердце бьется очень быстро, допустим, 130-150 ударов в минуту, и не все люди обращают на это сразу внимание, да, сердце начинает терять свою геометрию, полости увеличиваются, и сердце как насос становится слабым, развивается сердечная недостаточность. И она проявляется уже одышкой, отеками, скапливается жидкость в плевральных полостях, например, в животе. А что в таком случае лечат? Аритмию или сердечную недостаточность? В таком случае, когда уже она осложнилась сердечной недостаточностью и то, и то. Проводится параллельно лечение? Конечно, да. А если у пациента просто пароксизм и фибрилляция предсердий, то, во-первых, их надо выявить, оценить риски пациента по инсульту. То есть специальная шкала, и доктора в каждом индивидуальном случае для каждого пациента оценивают риск инсульта. И в зависимости от этого назначается специальная терапия антикоагулянтами. Вы говорите о том, что человек может и не обратить внимание на такие вот частые сокращения сердца. Это разве не чувствуется? Они бывают очень кратковременные. У некоторых пациентов до нескольких секунд. То есть человек даже физически не может это ощутить? Да. Или он там какие-то толчки ощутил, они прошли, и человек не обращает внимания. И, к сожалению, есть группа пациентов, у которых дебют с инсульта начинается. Его привозят с инсультом, а потом каким-то образом, или при записывании кардиограммы, или ставят холтер, суточное мониторирование, и выявляют вот эти пробежки. Это, конечно, самый неблагоприятный вариант развития событий. То есть гораздо лучше, если человек чувствует, ага, заколотилось сердце перебои, он обращается к врачу и выявляет это заболевание. То есть лечить аритмию, естественно, лучше, чем доводить… Конечно, да. Тут надо, если выявляется фибрилляция предсердия у пациента, то задача врача предотвратить, во-первых, последующие пароксизмы. Но глобальная стратегия – это защитить пациента от инсульта и сердечной недостаточности. Аритмия излечивается полностью? Вы знаете, к сожалению, нет. Как бы мы ни старались, да, она, к сожалению, есть такое метафизическое понятие – память предсердий. Грубо говоря, проводящие пути предсердий запоминают вот это движение импульса патологическое. И при любых «благоприятных» обстоятельствах запускается этот механизм. Да, но есть ещё органические причины. Например, вот мы когда разбирали гипертоническую болезнь, помните, мы говорили о гипертензивном сердце, что утолщаются стенки, но если пациент продолжает не обращать на это внимание, то расширяется левое предсердие. Расширение левого предсердия больше нормы – это субстрат для аритмии мерцательной. То есть в такой ситуации она гораздо легче возникает и будет поддерживаться. Сама мерцательная аритмия приводит к расширению предсердия, и расширенное левое предсердие запускает её, то есть поручный круг такой образуется. То есть получается человек, у которого была выявлена мерцательная аритмия, он до конца жизни должен принимать таблетки какие-то? Или это лечение курса? В зависимости от того, какая у него форма. Если это пароксизмы редкие, ему достаточно принимать препараты скорой помощи, которые он может даже самостоятельно снять, этот пароксизм, и ему постоянно пить не нужно таблетки. Но, к сожалению, есть ситуации, когда у людей и три раза в день ритм нарушается, у некоторых несколько раз в неделю, то они требуют уже постоянного приёма. Сейчас я предлагаю посмотреть сюжет у мерцательной аритмии, а далее мы вернёмся к нашему разговору. Учащённое сердцебиение, одышка, боли в сердце – главные симптомы мерцательной аритмии. Чаще всего это заболевание сопутствует течению инфаркта миокарда, кардиосклероза, артериальной гипертонии, а также тяжёлой сердечной недостаточности. Самая большая проблема здесь такова, что возникают инсульты у пациентов. Вот несинхронное сокращение в норме движения крови ламинарное, то есть равномерное. А когда идёт мерцательная аритмия, оно турбулентное, и образуются в этой ситуации тромбы, которые чаще всего локализуются в ушке левого предсердия, и оттуда, к сожалению, они фрагментируются и летят прямиком в голову. При мерцательной аритмии нарушается ритм сердца. Предсердия сокращаются, возбуждаются и подёргиваются хаотично. Происходит вибрилляция отдельных групп мышечных волокон, которые носят название «мерцательная аритмия». Чтобы диагностировать заболевание, нужно сделать электрокардиограмму. Оксана, расскажите, пожалуйста, механизм работы электрокардиографа. Это электрокардиограф. Его механизм работы мы уложим пациентам, просим оголить нижнюю часть ног, рук и грудь. Налаживаем отведение, есть у нас на ноги и руки, на конечности верхней и нижней, и на грудные отведения. И включаем аппарат и делаем электрокардиограмму. Через эти отведения оно передает электроимпульсы, как работает сердце, и уже мы отдаём электроготовую кардиограмму доктору. С помощью электрокардиограммы врачи могут исследовать электрические поля, образуемые во время работы сердца. Делаем электрокардиограмму. Сначала делим на нижние конечницы верхние электроды, а сейчас будем делать на грудную клетку грудные электроды. Электрокардиограмма показывает, как у нас работает сердце, электрические импульсы. И доктор видит, или у больного инфаркт, или какой ритм. Результаты кардиограммы врач подробно расшифровывает. У здорового человека сердцебиение ритмичное, расстояния между комплексами одинаковые, а на кардиограмме больного человека, наоборот, хаотичные, что говорит о нарушении ритма сердца. Смотрите, вот это нормальная кардиограмма. Здесь расстояние между комплексами абсолютно одинаковое. Есть зубец П, который говорит о том, что стимул идёт из синусового узла, как то, что должно быть у здорового человека. А вот здесь мы видим, видите, хаотические комплексы. Они абсолютно, как попало, да, неритмично всё у нас. Расстояния разные. Зубца П нет нигде. Сейчас в стенах кардиологического отделения немало больных с мерцательной аритмией. Одна из них – Ольга. Она рассказывает, что впервые столкнулась с проблемой сердца. Женщина ощутила сильные боли в груди и сразу обратилась к медикам. Совсем плохо было последних несколько дней, когда уже я должна, ну, вымуждена была обратиться к специалистам. Как вы себя чувствовали в тот момент? Это общая слабость. Невозможно вдохнуть на полную грудь. Очень сильные боли в грудной клетке. Учащенные стритцебиения. Прямо сердце трепещется. Но сейчас Ольга чувствует себя гораздо лучше. А всё потому, что вовремя обратилась в больницу. Ведь в худшем случае мерцательная аритмия может закончиться инсультом и даже смертью. Елена Трунова, Олег Никитин, Первый городской. Мы просмотрели сюжет. Сейчас есть телефонный звонок. У нас, алло, добрый вечер, мы вас слушаем. Добрый вечер. У меня вопрос, завершая отделением песочки. Возможно, при мерцательной аритмии или при повышенном давлении возможно, употреблять спиртные напитки, но в очень разумных пределах. Спасибо. Если очень хочется. Ну, разумные пределы, к сожалению, у каждого свои. Но люди, у которых есть мерцательная аритмия, должны помнить, что каждая доза алкоголя принятого увеличивает риск фибрилляции предсердий на 0,4%. Безопасная доза по критериям ВОЗ крайне мала. Это 20 мл. 40% алкоголя. Конечно, пациентам с мерцательной аритмией я бы не рекомендовала. То есть это как бы категорически, в принципе, да? Да, если хочется выпить, то надо отдавать предпочтение крепким напиткам. Ни вину, ни в коем случае. Лекарство на основе спирта, возможно, если уж настолько. Да, и в очень умеренных дозах. 50 грамм. А если, вот говорить о том, что есть ли какая-то диета или вот особенности, связанные с питанием, чтобы предотвратить, или вот люди, у которых уже выявлена аритмия, может быть, скорректировать свое питание, вот то, что они употребляют в пищу, чтобы облегчить состояние? Или здесь нет? К сожалению, нет. Потому что в подавляющем большинстве случаев мерцательная аритмия развивается у пациентов, у которых есть органические заболевания сердца. То есть, например, опять же, это гипертоническая болезнь уже второй стадии, перенесенный инфаркт миокарда, какие-то кардиомиопатии, например, даже вызванное поражением щитовидной железы, как гипотиреоз, так и тиреотоксикоз. Есть такое понятие тиреотоксическое сердце. Это тахиформа мерцательной аритмии. То есть, как бы то, что человек ест, на мерцательную аритмию не влияет настолько существенно? Не влияет, существенно нет. А количество их? Переедание может провоцировать у определенной категории больных, у которых есть так называемая ваготоническая форма. То есть, зависит от парасимпатической нервной системы. Ее перевозбуждение с одной стороны, с другой стороны, когда человек переедает, поднимается диафрагма, и, конечно, да, это может привести к крово. То есть, физиологически, опять же, переедание, даже не у полного человека? Может спровоцировать, но это достаточно редко. Есть ли вообще факторы риска, помимо больных с другими заболеваниями сердца, какие-то категории возрастные, или мужчины, женщины, кто чаще болеет? Категории возрастные, да, есть чёткая взаимосвязь с постарением человека. Риск возрастает. Это один момент. Второй момент, если у него родители или ближайшие родственники страдали, генетический момент тоже присутствует, к сожалению. А на сколько повышается риск? Достаточно высоко. Вот я из практики вижу, что когда особенно молодые лица, 30 лет, 28, приезжают смерцать на аритме, и мы у них вроде бы никаких причин не находим для того, чтобы срывался ритм. Мы начинаем расспрашивать, а там и мама, и папа, и дедушка, и бабушка. Именно конкретно с этим заболеванием или в принципе сердечники? Они сердечники, но аритмии начинали страдать тоже с молодости. А мужчина, женщина, здесь какие-то есть статистика, кто чаще болеет? Такой чёткой нет, пожалуй. Есть ли сезонность этого заболевания? То есть вот сейчас зима? В зимнее время пароксизма больше. Это связано с тем, что холодно, да, и сужаются сосуды? Сердце, да, это хуже переносит. Чем чревато это заболевание? Вот помимо ещё того, что вы уже перечислили, вот если человек, ну, возможно, опять же, не замечает, не знает, что у него аритмия? Для каждого человека это очень индивидуально, потому что, я ещё раз повторю, что риски рассчитываются по специальной шкале. Нас интересует риск инсульта прежде всего и сердечной недостаточности. Это всё очень индивидуально, потому что если у пациента, допустим, мерцательная аритмия, пароксизмальная форма, и мы возьмём, ну, пусть 35-летнего человека, да, и 75-летнего, то тут совершенно разный подход будет и разные прогнозы обоих. И сейчас у нас только индивидуально. Есть телефонный звонок, вопросы от слушателей, от зрителей. Здравствуйте, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Я бы хотела задать вопрос доктору. Я в прошлом году делала кардиограмму, ну, для операции. И, значит, здесь такой бы вот синус, целовый ритм, замедленная атриовертикулярная проводимость. Могли бы вы разъяснить, что это? И деполяризация патология QRS в отделении 2. Я даже не смогу повторить этот вопрос. Я бы вам посоветовала, тут не надо ничего расшифровывать. У вас может быть нарушение АВП проведения, то есть виды блокад, да, различные. Это уже совсем другая тема. Это то, что касается кардиостимуляторов. И в вашем конкретном случае я бы вам посоветовала пройти холтеровское мониторирование, желательно 3-5-суточное, чтобы посмотреть… высоких градаций нарушений проводимости. Потому что АВ-1 из того, что вы рассказываете, это не страшно. Но надо смотреть, нет ли там более серьёзных проблем. Надо ставить холтер. Вот по поводу лечения. Какие методы существуют? Есть ли что-то новое в этой сфере? Какие-то, возможно, новации, более эффективные? И как лечат традиционно? Есть медикаментозное и хирургическое лечение. Медикаментозное направлено на предотвращение пароксизмов у людей, у которых оно то есть, то нету. Или если у пациента постоянная форма, то мы стремимся замедлить до определённых величин. То есть не допустить, чтобы сердце колотилось больше, чем 90 ударов в минуту. Плюс, естественно, профилактика инсульта. И хирургические методы лечения. То есть если сердце своей геометрией ещё не потеряло, полости не расширены, то делают или криудеструкцию, или радиочастотную абляцию. Методы достаточно эффективные, но, к сожалению, не дают стопроцентной гарантии. А здесь риски определённые, то есть, наверное, не всем же пациентам можно это сделать? Это определяют уже электрофизиологи. То есть есть специальное электрофизиологическое исследование. И доктор смотрит, будет ли эффективно данная процедура. Есть ещё один телефонный звонок. Алло, добрый вечер, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, пожалуйста. А если при операции слишком влияет наркоз на состояние сердца? То есть, я так понимаю, не может ли возникнуть аритмия, если человеку проводят операцию? И аритмия может возникнуть. И аритмия считается глубокая, полосовая, составлением инородного тела. Ну, понимаете, и сама операция, и наркоз, это если у пациента спровоцированный, это может аритмию спровоцировать. Но правильно подобранный наркоз, наоборот, должен вообще-то защитить от всяких таких осложнений, от правильного обезболивания. Здесь, я так понимаю, нужна работа анестезиолога, правильно? Конечно, да. Анестезиологи всегда приглашают кардиологов, и для каждого конкретного пациента определяются его риски индивидуально. Анна Юрьевна, спасибо большое за беседу. Здравствуйте. Сегодня было достаточно много звонков, тема актуальная. Возможно, через время мы повторим эфиры с подобными темами, чтобы люди узнавали больше. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях была заведующая кардиологическим отделением 2-й горбольницы Анна Соломкина. Вы смотрели проект «Теледоктор» на Первом городском. Спасибо за внимание. Оставайтесь с нами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!